Это настоящий урок. И у каждого ребенка есть возможность показать свой экран преподавателя. Мне очень сильно понравилось, как у нас получилось реализовать удаленное обучение. Мне понравилось название. Смотрели, он свободен, давайте. Не то, что там по-русски. АЭС как доллар или как и русская ЭЭС. Таких проблем завтра не возникнет. Сегодня мы поговорим о еще одном очень интересном проекте, сайт которого находится в зоне РФ – это «Школа роботов РФ». «Школа роботов» – это региональный образовательный проект, который уже существует более пяти лет и успешно помогает своим школьникам занимать призовые места на различных городских и областных мероприятиях. Поможет нам разобраться заместитель директора Сергей Мальцев, Сергей, расскажи, пожалуйста, о проекте «Школа роботов РФ», чем она занимается, какие школьники учатся и действительно ли в «Школе роботов» можно научиться создавать роботы. Так, всем доброго времени суток. Как специально у Сергея, я заместитель директора проекта «Школа роботов РФ». Ну, вообще, наша организация называет «Школу профессий», поскольку у нас не только робототехника, есть и другие направления, но об этом поговорим чуть позже. Сейчас уделим непосредственно внимание проекту «Школа роботов РФ». У нас есть несколько возрастных категорий. Вот это курс робототехнику. «Школа роботов РФ», он от 11 лет. На нем мы детей учим плате, микроконтроллером, который называется «Ардуино». Я думаю, всем, кто занимается робототехникой, это название уже много о чем говорит. Мы изучаем эту плату, подключаем к ней различные электронные компоненты, датчики, учимся программировать на языке. Таким образом, мы пишем программы, записываем эти программы в прошепленный микроконтроллер, учим работать с датчиками. Например, датчики могут реагировать на свет, на воду, на температуру, на влажность. Таким образом, у нас получаются различные умные системы. Конечно же, можно сделать и работу. Это, можно сказать, первый наш курс, первое основное направление, с которым мы и начали работать 5 лет назад. После этого мы поняли, что робототехника может быть интересной и тем более младшего возраста. Таким образом, мы поделили направление на электронную программу и программированную. И запустили проект 2 программы обучения от 7 лет. То есть, если бы к нам приходит 11-летний ребенок, мы сразу на время обучаем ему электроники, датчикам и как программировать. 7-летний ребенок – это уникнуть ребенок более младшего возраста, и все сразу для него тяжело. Поэтому ребенок выбирает что-то одно, либо начинает курс электроники, и на данной программе он изучает также основные электронные компоненты, понимает, как течет цепи электрический ток, и собирает свои разнообразные интересные схемы. Они работают на теории электричества и на лодике работы. Если же ребенку пока в 7 лет не по душе электроника, то мы предлагаем начать спрограммирование. Используем специальное программное запрещение, которое называется Scratch. В данном программном запрещении дети учатся программировать в картинках. У них получаются различные игры и мультики. То есть, как я сказал ранее, ребенок начинает что-то с одного, учат, и потом одно к другому добавляют. То есть, начнется электроники, добавляем программирование. Начал программирование, добавляем электроники. И таким образом снова приходим на нашу прямую создавать роботы и различные умные системы, когда начинает программировать электроники. Есть программы обучения и дошкольные. Там от 4 лет есть несколько программ. Ну, и взрослые у нас тоже могут учиться. Есть курс программирования на Java. Да и сама робототехника с Arduino, как показывает практика, она интересна в абсолютно любом возрасте. Хоть 50 лет. У нас сейчас рекорд по обучению самому старшему слушателю было 42 года. То есть, то, что проект называется «Школа роботов», это не означает, что туда могут прийти только школьники. Абсолютно все, кто считает, что им это интересно. Совершенно верно. Сергей, 5 лет назад стартовал проект. Скажи, пожалуйста, почему было принято решение запускать «Школу» и какие, может быть, были трудности на старте этого проекта? В общем, проект «Школа роботов», он пришел... Его придумал не я, к сожалению, а наш директор. Пять лет назад он работал директором в одной компании, которая оказывала техподдержку по тому известному нашему Тольяттинскому интернет-провадению. Дети летом особенно продались всякой ерундой. Надо же придумать для них что-то полезное занятие. Ведь наша первая группа – это 1 июня. Изначально не стартанул лет. Занять детей на летнее время. А дальше, соответственно, уже стали развиваться, и уже превратился в полноценный проект, который идет весь учебный год. То есть несколько уровней обучения – первый учебный год, второй, третий и так далее. Главная трудность – это ограниченный бюджет. Поддержки у нас на тот момент никакой финансовой не было. Все проходило полностью с нуля. И нужно было все сделать так, чтобы было, во-первых, интересно, познавательно и уложиться в рамку, скажем, драмичного бюджета. Наверное, это была самая первая трудность. Как решались? Ну, наверное, скажем, большим упрямством и трудом. Не трудство, а перетруд. Сергей, насколько я понимаю, проект коммерческий. И подскажи, пожалуйста, насколько обучение доступное? Возможно, есть какие-то льготы или программы для определенных школьников? Ведь, как указано на сайте, у вас существует шесть отделений школы роботов, три из которых действительно находятся непосредственно в школах. И есть ли какие-то преференции у школьников этих школ? Как выбираются школы для открытия в них филиалов? Ну, в первую очередь, это школы, которые сами заинтересованы. Вот. Также школа должна обладать необходимым помещением. В каждой школьной и свободной помещении, в которой можно вполне занять. На самом деле, арендовать школьное помещение – это довольно очень долгий процесс, удоемкий. Даже только одно оформление документов занимает чуть ли не полгода в тревогом смысле этого слова. Цена образования. Я постоянно слежу за стоимость услуг, то есть мониторим город. Смотрю, сколько стоят подобные услуги у других организаций. И ставлю, скажем, оптимальную цену. На следующий момент стоимость у нас варьируется от 400 до 500 рублей за занятие. Одно занятие – это два академических часа. По поводу льгот. Ко мне были за 35 лет слушающих, когда к нам приводили ребят с инвалидностью. Спрашивали, естественно, наши организации всегда идут на встречу в таких ситуациях. Ну, каждый слушающий осматривается системой льготной. По поводу отличных, скажем, проектов некоммерческих. Вот буквально сейчас у нас есть так называемые бизнес-школы. И, насколько я знаю, у нас сейчас идёт бесплатный курс на бизнес-школы. К сожалению, что там именно происходит, я рассказать точно не могу, потому что его запуск совпал с приходом коронавирусной инфекции. И, соответственно, на мои плечи упал просто огромный объём работы. Всю организацию максимально, сколько возможно, своё подразделение перевести на дистанционное обучение. И это был, наверное, конец марта, начало апреля. Наверное, если я зайти за этот месяц никогда не... Я не помню, когда последний раз так уставал. Хотя я даже после того, как я сидел за компьютером, я также некогда ложился спать. Я вспоминал, как я в своё время приходилось таскать 50-килограммовые снаряды на военной кафедре. Я вспоминал, что и я после них уставал гораздо меньше, чем после той нагрузки перевода самообучения. Поэтому, что именно происходит на бизнес-курсе, мне, конечно, это очень интересно. Я пока в моей организации не могу сказать, что происходит. Хорошо. А насколько удалось вот уже, получается, на конец второго месяца самоизоляции перенести весь функционал в онлайн-формат? Ну, курсы, которые от 4 до 7 лет у нас в онлайн-формат не перешли, поскольку там мы используем то оборудование, которое у него невозможно было сделать. Да и компьютерная грамотность у детей пока такого возраста тяжело. Ну, честно, чтобы ребёнок мог полноценно заниматься в онлайн-формате, к сожалению, у него столкнулись по проблемам необходимые навыки по работе с компьютером. Также есть различные курсы. У нас был курс по летательным аппаратам, по дракоптерам тоже мы выпустили, тоже, к сожалению, в онлайн-формат не умер. Это надо физически всё это делать. А так, такие курсы, про которые разговораннеры, автотехникумный дом, первоклассный микронщик, детский программир на Scratch, все эти курсы успешно перешли в онлайн-формат. По моим оценкам, где-то 70% слушателей мы перенесли в онлайн-обучение. Почему было выбрано название «Школа роботов», почему сайт, доменное имя сайта было решено регистрировать в зоне РФ? Ну, изначально наш проект был назван не «Школа роботов.РФ», а «Школа робототехники» и «Умного дома». Для недавнего времени так называлась и наша группа ВКонтакте. Название было изменено на «Школа роботов.РФ» в январе этого года, так как ВКонтакте предоставило возможность получения фиксикации, грубо говоря, скажем, галочки. В процессе получения галочки название пришлось изменить по требованию правилам ВКонтакте. А когда пришло время регистрировать сайт, понятное дело, что «Школа робототехники» в «Умного дома» в «Ресной строке» это бывает очень долго и нудно, стали думать, как это сократить. И вот, как-то сократилось до «Школа роботов.РФ». Посмотрели, домен свободен, заняты. То есть у нас не было такой, что именно надо в РФ зарегистрировать в руку. Понравилось название, посмотрели, вот, свободно, давайте в РФ заняты. Сложностей никаких. Нет то, что наш сайт располагается в этой зоне. Если они и были, то это у людей, которые используют старое оборудование, очень старое, и там, соответственно, у них, так сказать, есть какие-то проблемы зайти на сайт, вот здесь в «Ресной строке» и так далее. Но это случай был, там, по пальцам, может, считается последние пять лет. А учитывая тот факт, что люди свою технику обновляют, у людей, у которых остается такая старая техника, где ей могут возникнуть какие-то конфликты с совместимостью. И вероятность, что этот человек попадет в себя, она с каждым днем падает все ниже, 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 если она вообще взойдет. Так что ничего страшного, регистрируя сайт в этом доме, я не вижу. Все идеально работает, отлично. И довольно даже удобно. Человеку можно на улице продиктовать сайт, он спокойно зайдет, не то, что там по-русски, а С как доллар или как русская С. Таких проблем завтра не возникнет. Вы находитесь в городе Тольятти. Планируете ли в дальнейшем развивать проект на другие города? Да, развитие идет. Мы уже много лет планируем запуститься в городе Самара, в областном центре нашей области. Но, к сожалению, не хватало ресурсов. Вот буквально в этом году у нас необходимые ресурсы наконец-то появились. Но мы надеемся на лучшее. Как только все это делал технику, мы сразу площадки в Самаре начнем открывать новости. Мне очень сильно понравилось, как у нас получилось реализовать удаленное обучение. И вообще можно хоть в Калининграде, хоть в Владивостоке, везде предоставлять нашу службу. Сергей, какое количество школьников за пятилетие существования проекта прошло обучение и до сих пор учатся в школе роботов? То есть могу сказать, что на момент обучения марта 2020 года у нас проходило обучение 200 человек. Естественно, после пришествия коронавирусной инфекции показатели у нас упали. Потом на марте 1990 года в школе роботов училось ровно 200 человек. Сколько из них ребят получили призывание за соревнования? Достаточно большое количество. У нас очень много грамот, начиная с 2016 года. Все они представлены на нашем сайте школы роботов.ру. Сергей, раз сейчас основная часть обучения проходит режим онлайн, то скажи, пожалуйста, дети из других городов, которые посмотрят и захотят поучаствовать в обучении, у них нет никаких ограничений, что они не из Тольятти, а из Владивостока, как ты предположил, или из Калининграда? Нет, никаких ограничений нет. То есть от семи лет, то есть это единственная возрастная категория, возрастная планка, которая ограничена. А так, любой желающий, в принципе, можно посмотреть детей из шести лет, главное, кто имел навыки с компьютерами. Любой желающий может написать, проведем бесплатные пробные занятия. Сами занятия выглядят каким образом? То есть это действительно в определенное время, когда предполагает расписание все школьники, которые, например, находятся на данном курсе, по данной специальности они подключаются через определенное приложение видеосвязи, и начинается занятие. Или же здесь скорее речь про то, что им дается достаточное количество материала и дается задание. Нет, у нас даже в рекламе, что это не записи, это настоящий урок. То есть первое, ребята в определенное время вместе с преподавателем связывают программное изучение и спор. И там они полноценно общаются. То есть ребенок слышит, как у нас преподаватель. Далее. Веб-камеры, как правило, мы не используем. У нас идет, в видео идет обмен экраном. То есть преподаватель начинает с урока, он начинает с теорией. Все ребята нажимают кнопку, все видят, что происходит на экране. Преподаватели слышат его голову. И тут, как в полноценную ситуацию, они сидят, смотрят на доску, и где преподаватель что-то рисует, рассказывает, а не слушает. Тут то же самое. В местности они видят экран на своем экране, преподаватель все рассказывает, рассказывает ему прямой пример. После этого ребята начинают приступать к выполнению заданий. И у каждого ребенка есть возможность показать свой экран преподавателю. Чтобы прислать. Кто используется, кому как удобно. Кто-то кидает в крючок. Кто-то включает стрим экрана. Выдывает, включает, смотрит, что у него ребенок, что у него получилось, что получилось. И дает необходимые, скажем, подсказки, рекомендации. Если имеется в виду, что ребенок материал, собственно, достаточно с этим условием, повторяет часть теории. Так, чтобы каждый ребенок достиг положительного результата. Это полноценное занятие, максимально предназначенный кремль. Сергей, ну, в заключении, хочется поздравить команду Школы роботов с юбилеем, с пятилетием. Хочется пожелать, чтобы у вас становилось все больше и больше школьников разных возрастов и взрослых, и детей, особенно в школе бизнеса. Успехов, чтобы никакие преграды временные не отменяли никаких занятий, развивали онлайн и тиражировались на другие города. В честь нашего пятилетия, а именно у нас пятилетие будет 1 июня 2020 года. Именно в этот день, в 2015 году, мы получили наша первая группа обучения. И этот день, совпадая, так скажем, с праздником «Мне удачи детей», мы решили отпустить онлайн соревнования по скрытию. Скоро новость появится в нашей группе. Я думаю, на момент публикации этого ролика, скорее всего, в группу эта новость уже будет. Кому интересно, можете заходить, принимать участие в соревнованиях. Могут принять участие ребят со всей России. И будут призовые места и подарки. Мы, естественно, отправим для первого, второго и третьего места. Мы, естественно, отправим почки нашей группы. Все подробности скоро будут выложены. Поздравляю с праздником, с десятилетиями «Номиновской РФ». Спасибо, что вы делаете такие вещи и такие интересные проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова